МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно вот это открытие послужило следующим открытием основы. Вот то, что мы сейчас будем говорить, лифт Попова, да? Именно вот на этом открытии Попов вывел свою теорию. Слушай, Попов оказался гениальнее всех. Оказался гениальнее всех. Он сделал то, чего не смог до этого сделать никто. Ни один человек. Вот если брать, начиная с 14 века, там, исследования памяти, ни у одного человека даже мыслей не было поступить так, как поступило. Даже в голову не было. Понимаете, да? То есть то, что он создал, оно не имеет аналогов в мировой практике. Не то, что аналогов. Даже подход такой, сам по себе, он запредельный. То есть ни один человек, даже ключи ученых в каких-то других отраслях, под похожего подхода не продемонстрирует. Но сначала, понимаете, память. Сначала в лифт Попов. Ирина Игоревна, идите к доске. Постарайтесь максимально точно объяснить, что это такое. А я, безусловно, буду помогать, потому что вещь эта очень интересная и вам должна крайне подать. По сути, перед вами принципиальная схема использования памяти в связке с постановкой навыков. Зал уже сегодня полный. Все с работы освободились. И все пришли на семинар. Очень вовремя мы, дамы и господа, пришли. Потому что то, что вы вчера говорили, я уже говорил, это так. Начало было только. И цитируя великого вождя прошлый семинар, вы помните, да? Когда я говорил, что... Товарищ Сталин говорил, что десять – это тюрьма, это не школа. То есть... Да, то есть... Поэтому сегодня как раз будет университет. Сегодня как раз будет университет. Так вот. Лифт Попова, или нет? Прошу. Ну, а первым сразу могу сказать, что в рамках подготовки большего доклада Туриста Попова система эта сложная. Это даже не университет. То есть, по сути, это то, что ученым, занимающимся вопросом постановки навыков, именно того, что позволяет человеку превратить из состояния «не могу» в «смог», это самая большая проблема. То есть, если сравнить исследования, которые сейчас происходят, и те открытия, за которыми там премии дают, это такой мизер. Ну, просто по-другому нельзя это сказать. Это вот находка одной капельки инструмента того, как можно было бы посмотреть на интуицию или что-то такое. А вот эта штуковина – это абсолютно практичная вещь. Это вещь, которая позволяет вообще любого человека превратить в абсолютного эксперта. И запредельного эксперта, если будет стоять такая задача. Сама по себе схема, с одной стороны, непростая. Она содержит три категории и два движения – вверх и вниз. Но, с другой стороны, эта система настолько комплексная, что, по сути, лифт Попова достойна длинного международного симпози. То есть, если действительно объяснять, как это все работает и смотреть, то это пять дней меньше. Но у нас стоит задача разобраться в том, что это за модель и как она работает. То есть, нужно разобраться с логикой. Логически, когда мы обсуждаем в рублевом навыках, нам необходимо рассмотреть три компонента, три явления. Это рефлекс. И мы его пишем внизу, в основании. Почему? Рефлекс является самой низшей формой организации психики. Это то, что существует у каждого человека от рождения. Мы это не приобретаем. Это у нас есть. То есть, как приводил первый пример Олег Петрович, давая понимание рефлекса, модулы рефлекса, это когда человек не понимает, почему в последнюю секунду он ненамного отвел голову и пуля в притирку прошла мимо. Он не может этого объяснить. Знаете, наш товарищ, он как бы как объяснял. То есть, знаете, мне говорят, Виктор Ильич, вот вы, когда что-то изучали или что-то исследовали, то есть, а с чем вообще такие такие? Объяснили. Я говорю, если бы вы хоть одну дискуссию послушали, вживую, вы бы поняли, сколько там информации в одной дискуссии, потому что она прыгает с одной темы на другую. И вот даже, если кто-то послушал какой-то один разговор с Ристовым, вот для человека, который хочет что-то добиться в жизни, это, ну я не знаю, это такой учебник, который никогда не будет написан. Который никогда не будет написан. Так вот, этот человек рассказывал, он говорил, как? Вот, вот я еду за рулем, да, по городу, тут аварийная ситуация, я как-то выворачиваю машину и как-то не попадаю в аварию и сам объяснить не могу, как я это смогу сделать. Вот это рефлекс. Вообще, это уже не просто рефлекс, это комплекс или все время, это уже, ну да, последствия моторного познания, последствия моторного познания. Ну, как бы, до этого, до всего, надо еще дойти. Давайте дальше. Так, рефлекс, это такая штука, да. Низшая форма психики, вдруг у нас живая, это животная частью психики, это все в разные точки зрения. Главное, что это у нас есть, и это у нас есть от рождения. следующий уровень психики, следующий уровень психики, это автоматика. И здесь у нас существует два режима работы, автомат и полуавтомат. опять-таки, очень долго можно говорить на тему автоматики и переключения перехода с автоматического наручного управления, но самое главное отличие вот этого автоматического уровня от рефлекса, то, что это уровень приобретенный. Мы, когда человек рождается, когда ребенок приходит в этот мир, у него не существует системы автоматизма в человеческом теле. Он ее приобретает заново. Он учится шнурки завязывать, крошку держать, писать, и так далее, и так далее, и так далее. Впоследствии эти простые действия становятся не для автоматического действия. Но в отличие от рефлекса, мы это учим, это приобретено. То есть, вы же понимаете, да, что есть вещи, которых нас, ну, нас учить делать, ну, не надо от вождения. Есть спать, да, то есть, да, то есть, есть вещи, которые изначально в человека заложены. Да? Каких вещей можно привести, например? Но самое главное, это то, что мы можем использовать. Причем мы можем это использовать как автоматически, то есть, не задумываясь, не переключая на это внимание. Можем использовать в режиме полуавтомата, то есть, и осознанно в том числе. По-другому, например, перешнуровать ботинок, сделать это 10-ю другими способами. Просто автоматика, это уровень, где происходит управление, автоматическое управление или приручное управление. То есть, по сути своей, это уже машина, которую мы эксплуатируем. Потому что рефлекция, это другая система. Она изначально нами изменена, в фундаменте быть не может. Мы поменять, мы не можем отказаться от еды. Понимаете, когда я хоть говорю, что есть люди, конечно, там где-то, которые солнцем питаются, да, это круто, но все, ну, как бы, знаете, честно сказать, я таких не встречал. То есть, это, ну, есть люди, конечно, которые, ну, под землей, там, которые закапывают, которые сидят там по 100 лет под землей, а потом оживают. Ну, возможно, такие люди существуют. И они где-то пускают такой вариант. Но я таких не видел. Ни одного. Вот знаете, то, что показывают по телевизору, рассказывают. Честно сказать, если я поставлю задачу своим журналистам, они это сделали за 15 минут. То есть, такой фокус при использовании камеры я могу сделать за 15 минут. Поэтому, я думаю, что рассказывать эти вот сказки о том, что человек может без воздуха жить там, сто лет, а потом проснуться, ну, под землей, в каком-то коробе, ну, наверное, я не встречал такого человека. Хоть убейте меня. Зато я знаю, что если любого закопаю, уже бьем, то он умрет. Понимаете? Вот это 100%. Это железный факт. Поэтому, рассказывать там какие-то небылицы, рассказывать там, как они по воде ходят, там, еще что-то там, это, наверное, круто, конечно, да, но вы же прекрасно понимаете, ну, покажите одного хотя бы. Ну, такого человека. то есть, знаете, я много лет провел, на Востоке, я много лет провел в Европе, я много лет провел в других, как бы, в России, и в других частях, там, на Алтае и прочем. И куда я не приезжал, куда я не приезжал, уже через час преподавать начинал я. Не мне, а я. По причине того, что я ничего не понимаю, от того, что они делают. Ни один человек, который я встретил за жизнь, не мог объяснить ничего. Они все, как бы, владельцы какого-то древнего, страшного знания, блин, которое они не могут объяснить. Я не знаю, зачем он это знание, если они его не понимают. Ну, нахрена, нахрена. Вообще, что это транспортное средство этого знания, донесения до кого-то. Про солнцееда. Есть видео разграничения австралийских солнцеедов, где они тихонечко, ночью, два часа ночи, едут в круглосуточный супермаркет и закупаются мясом. Нет, я даже, это вот, понимаете, я даже сказал, был чудак у нас, интересный, вы же помните, так, то есть, большинство из вас, сидящих в зале, все эти приколы знают, который жрал только арбузы. То есть, от арбуза едят, тут солнце едет, от арбуза едет. И вы же помните, я ему даже 4 арбуза привез, подарил, 4 арбуза. Так вот, вы же помните, что этот человек, он как бы, только с виду такой человек. Вы же бы просто послушали, что он говорит, что он несет. И вам бы сразу стало понятно, о чем идет речь. То есть, этот человек, как бы, он чушь науки вообще. Он ищет наставника какого-то, я не знаю, какого наставника, что он ищет, который бы ему понравился. Это, ну, в априори, в априори, не существующая вещь, такого не бывает. То есть, наставник, он не может нравиться. Вообще. То есть, это теоретически невозможно. То есть, наставник, это человек, который вас мучит. Как он может нравиться. Кому он нравится, вы что, с ума сошли? Я не помню, человек, у которого был классный наставник, и который ему нравится. Да он его изначально ненавидел. С самого начала. Этого человека. Но он понимал прекрасно, что этот человек прав. Все ему ненавидело, но он мозгами понимал, что этот человек прав. Что это он кончен. Не наставника, а он кончен. И что, если он дальше будет продолжать быть таким же конченым, то он никогда не получит то, что он хочет в жизни. Никогда. То, что, из-за изложения, от таких, как он, дети не родятся. Понимаете? Вот поэтому он тот четко понимал, кто он. Понимаете? И поэтому стал этим. Понимаете? Вот Майку Тайсову вряд ли нравился, как он сказал вам. Он тогда и пишет в своей книге. Этот белый человек, сумасшедший на голову, бойной, бля. Мистификатор, бля. Что ему надо? Что он ко мне хлистал? Черному парню, которому там 14 лет, что он пристал? Ко мне, да у меня в мозгах не укладывается то, что он вообще говорит. То есть, как он может нравиться, когда с Доматом айку тачил? Он, конечно, не нравится. Потом уже, через многие годы, конечно, не просто нравился, а уже всецело, так сказать, это уже как бы семья была. Он установил Майка и так далее. Но случайно, чтобы наставник понравился, такого не помнит. Ну, это бред сумасшедшего. Но многие люди ищут, нравившуюся. наставник. Следующая система, которая никак не образуется с наличием слова «нравится» это навык. Это наивысшая форма психики. По сути, может считается, с точки зрения классической новой, что это наивысшая уровень, то есть, сложная форма психики, выражение психики. Именно сложная. То есть, суть в том, что здесь мы имеем дело со сложными действиями, с композитными, и так далее, которыми мы можем управлять вручную. То есть, со сложными. То есть, опять-таки, более высокой формы академической ноги не доступна. Да. И чем они классифицируют? Таким критериями. Это сложно, и я могу управлять вручную. Да. То есть, поэтому, там, любой удар, там, какой-то, боковой, или так, это очень сложная конструкция, в которой задействованы одновременно ноги, одновременно корпус, одновременно голова, одновременно руки, механизмы поддержания баланса, ну, я имею в виду равновесие, и так далее, и тому подобное. Это очень сложная конструкция. Но мы, как бы, через какое-то время, там, просто бьем в мешок боксерский, и нам кажется, что это достаточно простое действие. А связка еще сложнее, да, когда раз, два, там, например, это еще сложнее действие. А когда это практически на ногах, в бою, это еще сложнее становится. Да. То есть, это вот мы называем навыками. Вот это мы называем навыками. Или, я пошел, позвонил, встретился, перекрылся с человеком, на следующий день договорился, подписался на контракт. Это сложное, длинное действие. Потому что, если мы посмотрим, что за этим стоит, какая машина за подписанием контракта, вы поймете, что это очень непростое действие. Понимаете? И это только больные на голову люди, которые живут в Соединенных Штатах Америки, могут считать, что достаточно позвонить, договориться, сделать предложение, побороть возражения, и все остальное. Я вам сразу говорю, вы не дойдете до стадии возражений. вас сразу пошло. Просто после звука. То есть, вам не надо идти так далеко. Вас сразу оттуда. Потому что, не знакомый человек, холодный рынок, представьте себе человека, который идет по Одессе, к которому побегает черт, и кричит, купи страховку. Вы представляете, что творится с потенциальным клиентом, с вашим башкой в этот момент времени? Он думает, что это какой-то мошенник. Это 100%. Потому что у него в страховой компании несколько другое представление, что это какой-то офис фундаментальный, что это люди какие-то сидят. А тут он подбегает и говорит, ну, купи страховку, ну, купи, за миллион, ну, за долг, это же много миллионов, купи. Как Паниковский, понимаете? Вас сразу пошло. Еще полицию не закупит, понимаете? Вы должны это понимать. А вот это продажи в Украине, это очень крутая вещь, это когда ты приезжаешь в какой-то бар, например, и говоришь, сколько вам бутылок водки еще надо? Это крутое продвижение. Вообще, само по себе. Ему говорят, 10. О, а можно я сфотографирую вашу стойку? Конечно. О, смотрите, как я сегодня поработал. Я спросил одно слово, сколько бутылок водки еще нужно. Взяли, сколько денег в этой компании заработал. Это круто очень. Понимаете? Но этого никто не умеет делать. Даже этому этих обучат. Даже этому. То есть, если вам кому-то сказать, что вас нужно этому обучить, вы бы с ума сошли. Вы бы сказали, что? Вот этому? Да не надо меня учить, я сам спрошу. Нет. Вы должны пройти специальную подготовку. Целых месяц вас будут учить, спрашивать, сколько вам бутылок водки еще нужно. Правильно? между двумя мозгами сдвинулись. Если вы это услышали, половина из вас, я имею в виду, кто у нас работает, вы считали, что подобного рода навыки они в детском саду разучиваются. В детском саду надо спрашивать воспитателя, можно в туалет пойти или нет. Да вас там этому навыку должны были научить. Понимаете? А когда я говорю контракт, я имею в виду, когда человек самостоятельный, нашел незнакомого человека, каким-то образом завязал с ним отношения, каким-то образом посадил его перед собой, каким-то образом доказал ему необходимость сотрудничества между двумя этими лицами, тот, осмыслив это, не на автомате, не на эйфории, а абсолютно логично понял, что действительно сделка взаимовыгодна и ее надо делать. И приехали адвокаты, все сели вместе, пообедали, разобрались с документами, подписали контракты, ушли деньги, ушли обязательства. То есть, по контракту выглядит вот так. Нисколько бутылок водки привезти, понимаете? Я этого не понимаю. Продолжайте. Еще одной особенностью навыка является следующее. Мы можем его использовать в качестве ручного управления, а еще мы можем навык его спустить вниз, превратить его, так скажем, использовать его автоматически или полуавтоматически. То есть, например, сначала человек учится на велосипеде, потом ему уже не нужно учиться и вспоминать, как ездить на велосипеде. И даже если он 10 лет не ездил на велосипеде, он все один через пару минут, через 20-30 минут точно вспомнит, и этот навык у него будет работать как прежде. То есть, вот у нас три категории. рефлекс, автоматика и навык. В чем суть? Как объяснялась эта модель изначально, Попов говорил, что невозможно в этой системе разобраться без специальной модели. И модель, это одна, она называется модель поединка. Поэтому нам нужно обладать поединком. Чтобы понять, что происходит вот здесь в памяти, нужно мысленно представить поединок между этими людьми на чем угодно, на ножа, на кулаках, я не знаю, словесный между собой, перебран. Чтобы понять, что происходит в памяти в этот момент в мире. то есть вот допустим у нас возникает какой-то поединок. Пусть он воображаемый или наоборот мы взяли самую настоящую рапиру или меч и будем учиться фехтовать. Вот представьте себе человека, который вообще никогда в жизни не держал в руках ничего подобного. Что он будет делать? Первое, что у него будет работать, что включится, да, это рефлекторный уровень. Он ничего не умеет, у него нет никаких автоматических, никаких навыков приобретенных, никаких систем нет. Первое, что вот возникает поединок. Что человек рефлекторно делает? Ну, конечно же, изначально ему страшно. Он будет закрывать голову, он будет пятиться назад, он будет прятаться за меч или еще что-то. То есть это простые приобретенные вещи, которые он сам объяснить не может. Это уровень номер один. И когда, объясняя на модели поединка, когда мы встречаемся с рефлексами, единственный способ сработать с рефлексами, перейти вот этот страх и так далее, это дрессировка. Рефлексы дрессируются. Как вы знаете, животных в цирке их дрессируют. То есть заставляют сидеть там на этой тумбе, потом лакомство, потом туда пошел. то есть рефлексы человек дрессируются. Иного способа они не понимают воспитание. Суть в чем? Мы дрессируем рефлексы для того, чтобы их перестроить. То есть мы перестраиваем нашу рефлекторную систему. И другого способа, кроме как, так и объяснялась, что с кошками и собаками в общем-то нет. Да. А у нас товарищи преуспели в этом направлении, вы знаете. Лучшие умения. Самая сильная школа в мире. Дрессировки животных и было очень много людей. Вот мой, так сказать, Игорь Николаевич изучал этот вопрос с научной точки зрения. У Игоря Николаевича есть томат просто трудов наших с вами соотечественников до революции, которые большое внимание уделяли этому вопросу. То есть выросли. То есть у нас школа даже умеет дрессировать морских котиков, которые считаются не дрессировными. Ну никто не умеет дрессировать в мире морских котиков. Даже таких тупых созданий морских котиков даже умеют дрессировать. Поэтому здесь все понятно. то есть женские рефлексы они выше организованы чем животные. Но принцип их точно такой уже понятно. Поэтому их можно дрессировать. После того у нас в результате точнее даже не после тут нет систем в памяти же времени нет. Поэтому нельзя сказать что номер один работает с рефлексами номер два с автоматикой номер три с навыками. Эта система работающая единовременно. Но она байзер дрессируем рефлексов. Дальше система психики открывается следующий диапазон и начинает работать с автоматикой. Единственный способ постановки автоматических действий автоматических двигателей это дисциплина. автоматика дисциплинируется. То есть смотрите вот Олег Викторович вам показывает как работает Лев Попова. Он вам не просто показывает. Вы же всегда люди какие невнимательные не желающие проникать в то что я делаю и так далее вот смотрите ни с того ни с сего некий мальцев пишет некую книгу. Вот вздумайтесь ни с того ни с сего просто вот вас вы даже не ожидали что я ее напишу. Она была тихо написана я ее тихо выпустил. Которая называется Черная Смерть да? Я ее просто так написал? Нет. Я вам показываю как я работаю над собой. Я вам показываю как я использую лифт Попова. Практически какие-то дела. Я пишу Черную Смерть. И вы помните как Олег Викторович подрессировал себя. Я нашел себе дрессировщика. Он мне вынес всю башку нахрен. Сотни коллеги. Да. Я нашел я знаю кого надо пригласить. Да. Товарища у которого несколько миллиметров запятая вот здесь того что остается Викторович ручку семь сантиметров вниз. Смотрите на меня в глаза пусть команда вытащите. Отлично. Поворачиваем на шесть сантиметров ручку сюда. вспомните эту кренотень это длилось длительный промежуток времени. Но я знал что мои рефлексы надо дрессировать. Я сам этого делать не буду. Я сам это у меня времени на это нет. Но когда я был вынужден час в день отдавать себя в руки другого человека другой культуры у которого другая логика с определенным дурацким интервалом который дотошный хуже чем козерог да еще хуже бывают люди еще хуже бывают да Женя мне граммы взвешивает всю жизнь а тут еще хуже товарищ я себя нормально подрессировал я себя нормально выдрессировал да это дисциплина рефлекс это дрессировка у меня был дрессировщик у меня был дрессировщик который дрессировал мои рефлексы а мне это очень не нравилось я хотел убить каждые пять минут но я понимал я никогда не погружусь в эту культуру никогда не смогу погрузиться в эту культуру если он это со мной не сделает то что я про эту культуру знал что очень мало я изучал эту культуру а мне она нужна была вот так это культура просто потому что я понимал что здесь ключ к разгарке именно вот здесь ключ к разгарке и во многих отраслях и в бизнесе и в там и там и там я понимал что это такая жирная тайна что ее нужно открыть а чтобы ее открыть нужно сначала себя подрессировать и он меня дрессировал каждый день я с ума скрил с удра до вечера потом вы помните меня подрессировали вы помните насколько хорошо я стал владеть так сказать африканским ножом да я стал такой ну придурок короче скажем пока это вот я стал именно кептаунским гангстером я стал именно кептаунским гангстером на моторном познании я модель даже вывел как он выглядит то есть я его спрашивал кем мне надо стать он говорил ну вы же понимаете здесь я не хочу чтобы это все усложняло я говорю я не усложняю я просто не понимаю кем мне надо быть ну он начал перечислять я уже начал сопоставлять этот собиратель образ и в конце концов мы его собрали на вокале и вы помните вот я хорошо работаю с ножом но я знаю это не уровень это не уровень работы это пока выдрессированные рефлексы да я с любым противником на улице справлюсь этим ножом но это не то что должно быть это не слияние с культурой это не высшего уровня мастерства и смотрите буквально проходит несколько некоторое время и я пишу черную логику номер два она потребовала суровой дисциплины чтобы написать черную логику мне пришлось совместить симпозиум с исследованием мне было очень тяжело работать преподавать на симпозиуме и одновременно проводить комплексные исследования в этот момент времени когда я проводил это комплексное исследование вы помните черки южноафриканские плясали на крови черная логика была самая страшная для них книга то есть они понимали что если черная логика выйдет весь их обман вскроется в полном объеме на весь мир и поэтому как только мы разместили сквозь и обложку как только мы вдохнули вот так на эту страницу набросились все со всех сторон и давай писать гадости давай писать ну всякие пакости на меня и так далее я говорю ребята дождитесь книгу будете троллить книгу когда она выйдет что же вы троллите обложку остановитесь обложка там ничего нет внутри я еще даже одной строчки не написал подождите чуть-чуть они говорят нет мы будем троллить обложку мы будем троллить обложку потому что если выйдет книга это капец ну ребята вы же сами просили они говорят ты просто не понимаешь куда ты ввязался ты должен понять что такое южноафриканская криминальная традиция я говорю ну что тогда мы вас поучим русской криминальной традиции я не понимаю что это африканская я хорошо разбираюсь в русской ну и как дали по хорошему так по доброму по взрослому да что исчезли все исчезли все сразу же выяснилось что они не совсем все же африканская традиция такие пресмыкающиеся но вы помните вышла черная логика видите вот она черная логика и она потребовала от меня очень суровой дисциплины чтобы ее написать я провел вы помните три семинара для того чтобы ее написать эту книгу но мы получили методику воспитания автоматики методику программирования автоматики то есть я создал программное обеспечение программирования автоматики ну и соответственно сейчас я пишу книгу 54 это вот теперь теперь я говорю аналог то есть книга 54 она воспитывает так и я не просто ее пишу эту книгу я вам показываю как работать над собой как я работал над собой изучая систему как используется лифт Попова потому что все книги которые я пишу сейчас они все написаны лифтом Попова их 5 их 5 их 5 1 2 3 4 5 сейчас увидите отойдите от ящиков Попова ящики остались позади вот она черная смерть вот она черная логика вот она 54 вот она 54 вот когда мы говорили о книге Каса Дамата все то же самое вот она книга «Смотрелисты Майя» вот она книга «Смотрелисты Майя» вот сейчас будет громад вот как куда он молниет и так далее опять будет пять вот так я работаю над собой для того чтобы постичь какую-то систему и у меня очень быстро получается вы же видите не прошло даже года а я уже дошел до навыков я уже три дня не написал даже года не прошло вы знаете с какой скоростью я обучаюсь то есть года не прошло еще два месяца осталось а я уже вы видите сколько я всего сделал на какой уровень я за год поднялся в этом вопросе вот так работает Лев Попов потому это не просто гениальное изобретение понимаете это не просто гениальное изобретение Попова это машина которая делает вас гением просто но об этом поподробнее чуть позже ну-ка я не надо расскажем что было дальше ну да так у нас есть три категории рефлекция автоматика и навык рефлекс адресируется автоматика дисциплинируется навыки приобретаются и на модели работы срапировщей на модели поведенка это очень четко видно сначала человек разбивает свои рефлексы потом у него большая проблема со стереотипами необходимо дисциплинировать автоматику и брать заблуждение и только потом возникает скажем так вот такая вот именно почва человек становится готовым для того чтобы действительно ставить эти навыки и сказалось бы все в порядке вот у нас уже мы достигли наилучшие формы организации психики как считается у нас есть навыки мы выросли до определенного уровня и вот здесь возникает самая колоссальная проблема то есть вот у нас движение снизу вверх обычно человек позволяет себе думать что он если он сюда дошел то все закончилось типа он тут мастер ну ребят это только начало но мы не почему у них 5 а не 3 их 5 а не 3 было бы 3 в книжке было бы 3 и все и закончили и все и да здравствуй Талех Викторович не не да здравствуй ни хрена не да здравствуй да ну говоря другим языком нам нужно стоять и держать и стоять то есть мы научились теперь это все удержать надо и дальше еще увеличить поэтому когда человек достиг определенного уровня навыков когда он что-то делать умеет и на этом останавливаться после этого начинается скатывание вниз то есть возникает даже такой странный феномен что казалось вот какая-то ситуация человек владеет этими навыками для него эта ситуация не новая но он не может ничего сделать он то поленится то забудет то еще что-то причем потому что он ушел вот этот компонент ушел компонент дисциплины и вся эта система она просто подбамывается получается у нас колосс на глиняных ногах если так можно сделать и вот и есть колосс на глиняных ногах пока мне кажется что я мастер я генеральный директор вот я стал смотрите я был наемным работником вот я стал начальником отдела вот я стал генеральным директором видите или первым самым выпадался на высшем уровне управленческом и вот отсюда я лечу вниз это то же самое лифт Попова он применим везде вот она фирма вот он сотрудник простой рядовой вот он руководитель подразделения вот он попадает в высший управленческий ПФЛ в высший управленческий аппарат то же самое и оттуда он летит вниз почему потому что это колосс на глиняных ногах и в жизни так же поэтому что нам делать с этими глиняными ногами вот здесь никакой статики то есть с эстетической точки быть не должно мы должны идти дальше и вот здесь срабатывает так называемый метод исключения в чем задача задача поставить свои навыки под сомнение вот приезжаю я вам рассказываю вот как делает мой друг да меня очень удивило поразило и одновременно обрадовало встречает меня Игорь в аэропорту с этой руки все разоградил я говорю что случилось в воде слабый стал я говорю как слабый следи к этому пору ты слабый стал ну вот стал слабым вот они постановка навыков под сомнение вот она постановка навыков под сомнение и дальше смотрите что происходит то есть почему это так называемый метод исключения мы начинаем ставить эксперименты мы начинаем смотреть что в мире существует мы например занимаемся каким-то стилем школы фехтования начинаем смотреть что в мире существует и противопоставлять это существующему того чему мы владеем то есть ребят я хочу чтобы вы поняли о чем идет речь. Речь идет о том, что мы находим другую систему совершенно, которая считается наиболее эффективной в этом вопросе. И противопоставляем свою систему интеллектуально этой системе. Например, предположим, я занимался стилем Каса Дамата. Вот я прошел три стадии. Раз, два, три. Вот так сделал Тайсон. Видите, что он сделал? Тайсон сделал так. Раз, два и три. Это все. И поэтому полетел вниз. А когда раз, два, три. И теперь я думаю, ага, кто у нас был величайшим боксером всех временных народов? Правильно, Бухаммед Али. Вот как бы я боксировал против Бухаммеда Али? Бухаммед Али человек непререкаемый авторитет, то есть непререкаемая величина в боксе. Вот как бы я против него боксировал? Это другая стойка, вообще другой стиль боксирования. Ну и так далее, и тому подобное. Вот как бы против такого человека высокого роста, с длинными руками, который стоит вот так, как бы я против него боксировал? При своем стиле. То есть я как бы устраивал конфликт двух стилей для себя пока интеллектуально устраивает то есть по сути в чем суть существует определенного рода убеждения что есть какая-то штуковина она сильнее есть человек он сильнее жил-был человек он был лучше эффективнее и прочее-прочее наша задача раз таки разобраться заблуждение это или нет то есть это интеллектуальный поединок для другими словами это эксперимент и эксперимент это не единократно то есть нельзя вот с одной шкурой проиграть и не забыть должна быть постоянная тренировка что возникает в результате этого метода исключения постоянной тренировки в результате как раз и возникает какого-то система на уровне автоматики кто что это значит это не какая-то вещь скажем так материальная это плод интеллектуального поединка по сути это фантом это фантомная система которую я свежий и быстрый как контур систему того что я вот здесь научился и теперь на этом уровне у меня получается две системы у меня есть моя система которая постоянно что-то придумывает то есть вот я одно умею делать я вот научился чему-то ну например технически у меня возник контур стиль который только вы против меня и здесь возникает так называемая двойная тяга то есть не просто я развиваю свою ключевую систему которая будет все видно то что я использую но от того что у меня здесь возникнет технический элемент у меня контр система сразу же выплескивает ему более сильные то есть по сути если у меня две системы работают одновременно я показывал что происходит на симпозиуме помните я в зале показывал что происходит вот я беру нож все знают я специалист в русской системе фехтование дожон я выхожу и говорю ой извините так получилось немножко немецкая система 5 минут времени как бы ой 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 итальянская простите думали что будет русская простите итальянская как бы так получилось извините то есть я перехожу с системы на систему противник просто не понимает что я буду делать дальше предугадать это невозможно кем я сейчас стану в этот момент время непонятно но удар каждый доходит до цели и вот это и есть применение контр систем я знаю слабые стороны всех людей потому что других систем в мире нет их не существует я выбрал все я создал контр системы я знаю что что ты будешь делать каждую секунду что ты придумаешь каждую следующую секунду я заранее тебя обыгрываю еще до того как тебе приближаются это если на физической модели описать а если в бизнесе то же самое то есть вы же на какая то видели да хотите поговорить о чем вы хотите оооо что прям вот так будем разговаривать на эту тему отлично а что вы об этом знаете я 20 лет занимаюсь отлично но давайте сначала начнем проверим вашу некомпетентность чтобы мы поняли что вы действительно разбираетесь в этом вопросе какая центральная книжка что вы можете вспоминайте это какого цвета учения это это простой вопрос где первоисточник кто написал эту хрень особенно я помню я врушил людей которые занимаются НЛП они просто не знают кто написал учебник НЛП кто создал название они боятья не имеют они же все ну за матерированные воодушевленные давайте воодушевимся вместе давайте обрадуемся на пару так как книжка называется первая что не знаете как плохо это ужасно ну что ж воспользуемся библиотекой и так первый книг буду писать вот такие вот товарищи вы читали эту книгу вы с ними знакомы вы с этими товарищами не знакомы о каком НЛП идти то есть я могу НЛП назвать все что угодно вот эту систему то есть НЛП название принадлежит авторам те по закону в мире кто назвал систему первой это название авторски принадлежит им все остальное не является системой что должны понимать то есть и вот когда они вот это все видят они конечно с ума сни Non И это все касается. Потому что, как вы понимаете, я как ходячая энциклопедия в этих всех системах, потому что учился я вот таким вот способом. Я как ходячая энциклопедия во всех этих всех системах. Идем дальше. Вот она контрсистема. Вот точно. Это контрсистема и она фантомная. То есть она существует в моем создании. То есть я хочу, чтобы вы просто поняли. Если вы не создадите себе контрсистему, вам ее обязательно создадут извне. Запомните это. Наряду на вас управу. Это оно значит. Вам создадут контрсистему извне. Поэтому лучше создать ее саму. А пометуя четвертое упражнение, если раз там было, помните, две одинаковых системы, что не бывают, не могут существовать одновременно. Соответственно, вы избавлены от необходимости противостоять какой-либо контрсистему. Обе принадлежат вам. Итак, это фантом, которому я пожизненно буду проигрывать. Он мне специально создан. Это штука, которая всегда меня будет побеждать. А на самом деле, в результате того, что якобы она меня побеждает и я постоянно проигрываю, у меня прогрессируют обе системы. У меня возникают новые навыки, новые технические элементы и прочее, прочее. Обратите внимание, помните систему, которую я показывал, чтобы победить, нужно сначала проиграть. Да. Поэтому проигрывать вы можете как? Физически. И также вы можете проигрывать и интеллектуально. Конечно, я думаю, что раз вы такие умные все, лучше вам проигрывать интеллектуально, чем физически. Потому что физически проигрывать что? Ну, уже больно, да? Но это по жизни. Да, поэтому лучше не проигрывать физически. А то этот человек плохим для вас закончится. Денег вам не даст кто-то, еще что-нибудь. Обманут вас, разведут, еще что-то. Поэтому лучше вам до этого проиграть. В голове, ну, в мозгах у себя проиграть. До того, как вы победите уже на физике, да. Поэтому лучше вам проиграть до этого. Это очень разумно проиграть до этого противника. Ну, у нас получается уже пять. И в результате что возникает? Это еще, как говорится, не конец. В чем суть? В результате срабатывания этих пяти блоков единовременно, у нас возникает определенный, как бы, комплексный результат, да, плод. Что возникает? Вот существует понятие рефлекса. Это якобы яркий центр, центральная тема, ядро, нижняя форма психики. Но это центр. А есть кое-что еще лучше. Есть то, что ниже рефлекса. Так называемое предрефлекторное состояние. То есть, оказывается, у человека в памяти существуют вещи и пониже рефлекса. И эта вещь называется предрефлекторное состояние. Очень интересное состояние. Предрефлекторное. Вот это предрефлекторное состояние, по сути, кроме, как бы, случаев того, что люди это действительно делать умеют. В науке об этом вообще ничего не известно и ничего не написано. Только фактаж наблюдений. То есть, примеры привести можно. Примеры есть. А как это работает, никто объяснить не может. То есть, вот эта комплексная пятитактовая система позволяет спуститься на предрефлекторное состояние. Что здесь возникает? В первую очередь, здесь возникают логические животные модели. То есть, тут возникает логика животной модели. Ну, то есть, по сути своей, то, что Домахтер говорил Тайсону, двигайся как кот, да? Коты идеальные бойцы. Это и есть вот этот перевод в это предрефлекторное состояние. Когда человек перестает быть человеком. Начинаете книжку внимательно. Там был чудак один, который теннисом занимался, который Уин Голдонский турнир выиграл, вы помните, да, в книжке. И там он говорил, что я в определенном моменте времени уже человеком себя перестал ощущать. Это была какая-то машина, нацеленная на результат. Это уже не человек. Вот это и есть там предрефлекторное состояние. Но в чем? Есть большая разница. Вот знаете, Олег Петрович объясняет. Логическая модель орла, да? Вот у него глюв, вот он крыльями бьет там удар лапой, когтями. А это уже другая логическая модель. То есть, по сути, человек становится вот этим животным. Это уникальная машина. Он становится крокодилом. Он становится акулой. И он это не осмысливает. У него нет мысли на этом. Например, у меня вот этот стереотип, который, ну, свойственен любому человеку, который занимается фехтованием, да? То есть, я спрашиваю своего консультанта, говорю, так что, как мы будем защищаться? Он говорит, мы защищаться не будем. Я говорю, как, что у системы нет обороны? Он говорит, нет. Я говорю, как, а как же мы будем это? Он говорит, хорошо, Олег, непонятно тебе. А мне я его раз пять спрашивал за тем. Непонятно тебе, сейчас я тебе по-другому объясню. Он говорит, представь себе, вот болото. Вот крокодил, вылез из болота. Он собирается защищаться? Я говорю, не, не собирается. А что он собирается? Сожрать меня. Он говорит, вот, вот так и надо делать. Не надо защищаться, нужно сожрать. Понятно? Я говорю, теперь более-менее понятно. Потому что я по пять раз спрашиваю, что значит нет обороны? Он говорит, крокодил не собирается защищаться. С чего ты взял? Крокодил хочет тебя съесть. У него нет желания защищаться. У него нет обороны никакой. Он просто съест тебя и все. Без обороны, без техники, без ничего. Просто сожрет. Вот приди в это состояние, крокодил. Я себе купил крокодила в Сицилии. Вот такого черного из лавы балканического. Поставил на стул и сразу вечером на него смотрю. Этого крокодила. Становлюсь крокодилом. И... Хотя тоже, да, вот в Сицилии, да? Но в чем суть? Ты не просто становишься вот этим крокодилом или еще кем-то, как бы пупырышки там всякие, они вырастают. Этого всего нет. Суть в том, что эта система, вот эта вот логическая животная модель, работающая на предрефлекторном состоянии, она импульсом вверх выплескивает новые рефлексы. И эти рефлексы уже не человеческие, они животные, они более древние, они более мощные. То есть чем древнее рефлекс, то есть это уровень коллективного бессознательного, психология Юнга. Чем древнее рефлекс, чем древнее архетип, тем он сильней. Понимаете, да? И это очень легко проверить, да? То есть, вот возьмите человека, да? Попробуйте с ним работать логикой, да? Вот вы начинаете с ним работать логикой. Он все вроде поживает, все нормально. Нормальный человек, да? Но в конце концов, он все равно играет с ним. Начните работать с ним на животном уровне и можете делать все, что заложите. Потому что рефлексы, архетипы сильнее. Для человека не подготовленного, для человека не сильного, для человека не в ранге, для него архетип всегда сильнее будет. И африканская криминальная традиция, она этому как раз что? Не препятствует. И наоборот, эти архетипы выпускают на волю, эти животные. И они все в капусту. Понятное дело, что я могу взять более высокий уровень решения задачи, да? И тогда их и все архетипы пойдут отдыхать у меня сразу. Но, ребята, дело в том, что это же жить так надо. То есть не получится взять уровень, на нем стоять все время надо на этом уровне. А кто ж... Даже люди как? По стаментам хотят жить, блин, пять минут, а все остальное время жить как? Ну, как положено. Ну, вот как им нравится. Мама, папа, плейстэшн. Да. То есть, поэтому не получится у вас противостоять этой системе. Это нужно быть очень высокого божественного уровня. Человеком высоченного, чтобы противостоять этому. Чтобы оно как в низу, вот, вы знаете, на пьедестале, а там внизу, кто-то копошится, вы просто смотрите сверху. Что это делать, эти муравьи? Вот, чтобы у такого уровня быть, это так надо жить. Это образ жизни. А кто ж так хочет жить? Все же хотят жить по-другому. Как? То есть, хорошо. А хорошо жить, это значит быть зависимым от этой системы. То есть, вас обязательно четыре раза продают ножом. Обязательно. Почему? Потому что вы хотите жить хорошо. Помните слова царя Давидова? Что он сказал? Вспомните, да, он сказал, что те, кто кланяются жизни, очень скоро будут молить о смерти. Упрашивают, чтобы их убили. Да. А те, кто кланяются смерти, будут властелинами этой жизни. Запомните это. Я вчера Палмэра только это объяснял. Что фиктование – это встреча со смертью. Каждый раз, когда вы приходите в спортзал и берете шпагу, это встреча со смертью. Если вы иначе к этому относитесь, вы никогда ничего не научитесь. Потому что, вы знаете, смерть – это такая девушка, которая очень ревнива. Крайне ревнива. А раз она очень ревнива, она неуважение к себе, что? Не терпит вообще ни в каких вещах. И поэтому вы пожизненно останетесь и никем вызывает, кто вас никак. И никогда ничего не научитесь. Но когда вы берете шпагу в руки, когда вы берете шпагу в руки, вы всегда встречаетесь со смертью. Это еще одна встреча со смертью. Это еще одно заглядывание ей в глаза. А без смерти, вы помните, нет силы. Не будет силы. Никакой. А не будет силы – вы будете слабым и никому не нужно. Вас всю жизнь будут кто-то помыкать вами, вы будете в рабов превращаться поживыми. Просто хочу вам объяснить, откуда Попов сделал эти выводы. Зная вот это все от Яковлева, как он делал эти выводы. Не больше. Вот это предрефикторное состояние, да, оно дает импульсы. У нас возникают новые нечеловеческие рефлексы. Но помимо вот этого состояния, она же вся остальная машина работает. И у нас возникают не только новые рефлексы. У нас и новые, как бы, понятия в автоматике возникают. Новые двигательные и новые навыки. То есть человек, вот уровень возникновения удара, который возник сам по себе, который ты его придумал, и этот удар максимально эффективен. Ему ничего не может противостоять. Он мог, ты сам его не знаешь, ты сам не понял, как ты это сделал. Он возникает только отсюда. Так вот, обратите внимание, когда мы будем говорить в книге 55, да, речь пойдет, речь пойдет о вот этой системе. Видели? А когда мы скажем загадка Пайкая, она будет вот об этой системе. То есть здесь будет сборка самой этой системы. Вот теперь при наличии пяти элементов мы можем спуститься на предрефлекторный уровень. То есть мы автоматически можем себя дернуть на предрефлекторный уровень. А если мы сможем дернуть себя на предрефлекторный уровень, мы сможем, ну, как бы, стать неуязвимыми. Абсолютно, для всего этого. Понимаете? А сможем стать неуязвимыми, на этой базе сможем стать что? Катастрофически эффективными. Почему? Чем бояться нечего, понимаете, да? То вся эта система, работая вместе, мы на любом уровне можем сработать. На том, на котором мы можем. Где-то на уровне автомата, где-то на уровне управляемого автомата, где-то на уровне полуавтомата. То есть машина системы самой по себе станет управляемой. То есть мы сможем всем этим управлять, мы сможем это эксплуатировать. А раз мы сможем это эксплуатировать, мы будем вне системы. Потому что, когда мы эксплуатируем систему, мы вне системы. А если мы вне системы, то биться он будет с системой, а не со мной. Значит, со мной никогда ничего не случится. Бля. Вот так-то это работает. Так выглядит ли Фитопол. Это просто так-то. Если вы не сможете ударить его, он не сможете ударить вас. Это то, что сомнение о боксинге стоит. И это все. Кто это будет в NetworkSHickа, а не затяг奶 Продолжение следует...